Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников Ада Чи Гинко. Японский художник наиболее известен своими гравюрами в стиле Уике, принадлежащей к школе Утагава. Работал в различных жанрах, включая портреты красавиц и актеров, пейзажи, книжные иллюстрации и сатирические произведения, а также создал большое количество триптихов, посвященных современным событиям. Его самой успешной работой была серия триптихов «Живописный очерк японской истории». Этот триптих был создан в конце 1880-х годов. В 1889 он был заключен в тюрьму и оштрафован за карикатуры на императора Мэдизи. Имя при рождении было о даче Хесити. Он родился примерно во втором месте 6 числа по иконскому календарю Каэй, примерно в марте или апреле 1853 года. Я пользуюсь данными википедии, повторюсь, Гинко учился у художника Гассида Харю, который работал в западном стиле. Возможно, Гинко начал создавать гравюры на дереве в стиле Уике еще в 1870 году, хотя эти предполагаемые гравюры времен войны Башин не сохранились. Самый ранний и сохранившийся гравюр Гинко датируется 1873 годом. Это несколько гравюр с изображением актеров в стиле Якуша Эя. Добился успеха серии гравюр с участием актеров под названием «Полный выпуск лучших боевых историй» в 1874 году. В том же году он начал использовать художественное имя отдачи Гинко. Гинко создавал работы в различных жанрах, включая портреты красавиц, биджинга, пейзажи, книжные иллюстрации или сатирические произведения. Большое количество его работ посвящено современным событиям, таким как восстание в Сацуме и первая китайская и японская война. Его самая популярная работа была серия триптихов, живописных очерк японской истории. Даты и место его смерти неизвестны. Вот такие небольшие данные с переводной википети о художнике Адачи Гинко. Пока-пока, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова